Она не имеет ничего общего с инфекцией, но распространяется по миру со скоростью эпидемии. Компьютерная зависимость приходит, когда не ждали. Дети, подростки, студенты, работающие и пенсионеры. Никто не застрахован от незапланированного знакомства. Ведь после него заканчивается сладкая жизнь и начинается жизнь виртуальная, которая иногда имеет катастрофические последствия. Игре все возрасты покорны. Здесь нет разницы, сколько тебе 3 года или 63. Это как интересная книга, но с бесконечным сюжетом. В современных играх много увлекательных моментов. Эффектные взрывы, умопомрачительные погони, качественное звуковое сопровождение – все для привлечения внимания. Производители компьютерных шоу делают так, чтобы, попробовав раз, играли и сейчас. Виртуальный мир увлекает настолько, что реальность перестает существовать. С течением времени, проходя определенные этапы формирования компьютерной зависимости, придуманная реальность становится все более желанным для таких людей. Человек уже начинает существовать в мире выдуманном, как будто бы он находился в мире реальном. Тем, кто играет, но зависимым себя не считает, психологи не верят. Невинное хобби перерастает в манию постепенно. Виртуальный мир вызывает такое же привыкание, как наркотики, алкоголь или азартные игры. Дети и подростки подвержены зависимости больше других. Медики уверяют, проблем, почему они погружаются в игру, много. Недостаток родительской любви, внимания и даже особенности характера. Ребенку гораздо интереснее в компьютерном мире. Ребенок уходит в виртуальный мир, страдает эмоциональная сфера, потому что общения живого не происходит. И, соответственно, живых эмоций ребенок от такого виртуального общения не получает. Ну и, конечно, я сталкиваюсь с проблемами именно взаимодействия детей друг с другом, именно как при общении. От компьютерного вируса лихорадить страшно. Иногда настолько, что скрыться от него не удается. Сашка Фокин, герой интернета. Украинский школьник сам себя величает компьютерным монстром. Сидел перед монитором утром, днем, вечером и ночью. Итог. Заброшенные учебы, скандалы, истерики. Саша, ничего делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. Нет. Зависимость от планшетов и телефонов тоже заболевание. Даже хуже, чем от компьютеров, уверяют психологи. Восприятие информации с гаджета имеет свои особенности. Мозг работает гораздо интенсивнее. Ребенок быстрее утомляется. Но больше всего страдают зрение и осанка. Глаза постоянно в напряжении. Спина испытывает дискомфорт. А главный гелой? Вот главный гелой. Вот. Это кто? Ее зовут тыковка. Вот. Для пятилетней Насти Куликовой планшет лучший друг. С ним она знакома уже два года. Родители уверяют, девочка не просто сидит за айпадом. Она знакомится с окружающим миром, развивается, учится читать и считать. За планшетом ребенок проводит около трех часов в день. При этом часто другие занятия девочку не интересуют. Настя по душе мультики и игры. Об одной из любимых может рассказывать долго. Играла в нее много раз. Есть любимые герои. Мне больше всех нравится милашка. И еще мне нравится вот это. Почему? Потому что они очень красивые, у которых есть лозовый цвет. Младший брат Насти и Люша тоже играют. Правда, чуть меньше. Ему всего три года. Но включить планшет и выбрать игру или мультфильм может без проблем. Папа следит за общением сына с гаджетом. Игры поощряет и уверяет. О зависимости малыша и речи быть не может. Планшет – полезное изобретение. С ним оба ребенка в надежных руках. Планшет – это заменитель няни. И в каком-то степени инструмент. Можно на нем смотреть мультики, как на телевизоре. Можно играть. Можно ничего не делать. В семье Куликовых играют не только дети. Год назад папа Ян пристрастился к World of Tanks. Теперь, заручившись поддержкой сына, бьет на поражение невидимого соперника. А-а-а! Кто это? Панчики? Будешь помогать? Пиш-паф. Тыщ-тыщ. Играть в танки Яна пригласил друг. Живут в разных городах, встречаются нечасто. А тут общение, если не каждый день, то несколько раз в неделю точно. По часу, а то и по два. Играют за одну команду. В воздухе витает дух соревнования. В таком рекорде. Можно убить всех танчиков. Я всех убивал. Можно очень много настрелять. Я настреливал до 9 тысяч очков. Мне больше нравится играть разными танками. Поэтому подходят всем. Просто они даже из одного типа танков могут быть какие-то более быстрые, более медленные. Какие-то лучше могут сводиться на цели. Какие-то хуже. Ну, соответственно, у меня есть набор танчиков, которым я больше люблю. Компьютерная зависимость, как и зависимость от телефона и планшета существует. Часто перерастает в болезнь и у детей, и у взрослых. Главное вовремя ее распознать и тут же начать действовать. Больше проводить время с ребенком, больше уделять ему внимание, больше бывать на улице, наблюдать. Постараться найти какое-то увлечение интересное как для ребенка, так и для родителей. Не существует волшебной таблетки для лечения компьютерной зависимости. Так как это проблема личностная, то и помощь должна оказываться либо психотерапевтом, либо психологом. Специалисты уверяют, действия будут иметь успех только в комплексе. Игра не закончится катастрофой, а психика будет в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok